Всем большой привет! В сегодняшнем видео я отвечу на самые популярные вопросы по поводу брекетов. Итак, первый вопрос был, зачем их ставить и почему я поставила? Немного странный вопрос, зачем ставить брекет, и, наверное, это решает для себя каждый человек, нужны они ему, либо нет, либо в какой-то момент, когда вы идете к стоматологу, он видит, что у вас явно есть какая-то проблема и предлагает вам их поставить. Я расскажу лишь мой личный случай, почему поставила их я. Я просто, опять-таки, в очередной раз пошла к стоматологу, чтобы заменить себе какие-то пломбы, поменять где-то что-то. И как-то все затянулось. Я сразу хочу сказать, что я хожу только к своим знакомым, и к стоматологу, и к ортодонту, и к ортопеду. Я ходила только по знакомым, так как так получилось, что у меня теперь достаточно много друзей-стоматологов. Ходила к знакомым, соответственно, они мне ничего плохого не предложат, и просто так сосать из меня деньги не будут. Бывают случаи, когда врачи намеренно предлагают вам поставить брекеты, или намеренно затягивают этот процесс именно снятия брекетов. Начну с того, что у меня никогда в жизни не было вообще мысли поставить брекеты, потому что в зоне улыбки у меня никаких проблем таких не было. Знаете, вот в основном ставят, потому что прям явно кривые какие-то передние зубки стоят, особенно клычки куда-то у кого-то уходят. Обычно поэтому ставят. Я поставила совсем по другой причине. Дело в том, что у меня задние зубки, по-моему, это семерки, идут такие достаточно крупные, большие зубы. Они у меня неровно стоят, они у меня уходят в щеки, в щеки, можно сказать, так уходят. И поэтому я ими не жую. Мы сделали слепочек, увидели, что когда моя челюсть смыкается, эти зубы вообще не касаются других зубов, и при жевании я ими не пользуюсь. То есть они у меня получаются как бесполезные. А вы, наверное, знаете, что если у нас все зубы стоят ровно, в таком положении, которое должно быть, там определенные углы наклонов и так далее, то у нас идет, во-первых, правильное кровообращение в мозг, что тоже очень важно. И, во-вторых, наши зубки прослужат нам гораздо дольше, потому что они правильно стоят, идет правильная нагрузка на все зубы. В общем, это очень-очень полезно не только эстетически, то, что внешне у вас будут ровные зубки, но также и с точки зрения здоровья вам это тоже принесет большую-большую пользу. Я это сделала по большей части из-за здоровья. У меня есть одна небольшая, не могу сказать, проблемка со здоровьем, поэтому у меня и так кровообращение в мозг, как мне сказал врач, может быть не очень хорошее. Поэтому я решила, что если у меня будут еще ровные зубы стоять, то это хоть как-то простимулирует и поможет моему мозгу, если так можно сказать. Но у меня с головой все хорошо. То есть фактически я поставила только, чтобы выровнять задние зубки, но, соответственно, они сами немножко все подвинутся и станут прям идеально-идеально ровные. У меня передние зубки еще уходили немножко вовнутрь, то есть визуально это опять же незаметно, это только врач скажет, что да, у вас вот так вот. Также я поставлю на нижнюю челюсть, на нижнюю как раз таки они у меня сейчас почему-то уже двигаются, вот несколько лет я понимаю, что у меня где-то становится больше промежутки и зубки у меня куда-то начинают двигаться. Как я и говорила, они двигаются в течение всей вашей жизни. Поэтому на нижние я как раз таки поставлю с эстетической, наверное, точки зрения больше, хотя, когда я улыбаюсь, как бы вообще у меня особо не видно нижних зубов, у меня в основном верхние. Вот, так что буквально через пару неделек я поставлю на нижние. И, в общем-то, это вот такая вот вся моя причина, почему я именно их поставила. Почему сейчас в таком возрасте? Потому что, во-первых, врач посоветовал, да, уже, так скажем, я уже решила прям заняться, заняться своим здоровьем и, в общем-то, решила, что надо делать. В любом возрасте это можно сделать, поэтому мне как бы, я уже замужем, как мне говорят многие, ты уже замужем, чего тебе терять? Хотя я знаю многие истории, когда девушка была в брекетах или молодой человек был в брекетах, и они нашли друг друга и поженились и так далее. То есть брекеты это не проблема общения с молодыми людьми, как, например, мне раньше казалось даже в детстве, я видела девчонок, которые ходили с брекетом, и, конечно, я, что мне ни за что в жизни никогда. То есть я была таким большим брекетом, а сейчас я ношу их уже почти что около двух месяцев, и я уже не представляю жизни, просто без них я их обожаю. И один из самых главных таких вопросов, это как выбрать вообще врача, клинику, как выбрать систему брекетов, потому что их несколько видов. По поводу врача, тут я, к сожалению, вам особо ничего не могу прям так посоветовать, могу лишь, наверное, сказать, что походите к нескольким, сходите к одному ортодонту, потом к другому, посмотрите, что вам скажут, какой вам больше понравится, почитайте отзывы, если, может быть, ваши знакомые делали, поспрашивайте у них, как-то вот через кого-то, потому что сейчас это так, и цены, конечно, очень сильно разнятся, но об этом я еще скажу. Теперь по поводу выбора системы. Я специально взяла эту бумажку, потому что иначе я не смогу это сказать. Начну с того, что на верхней челюсти у меня смешанная система, это Damon Q, Damon Q и Damon Clear. Это значит, что в зоне улыбки от клыка до клыка у меня стоят прозрачные такие беленькие брекеты, не беленькие, но они прозрачные такие, я не знаю, с чего они сделаны, не из пластика, ну, не из пластика, я не знаю, с чего. И, то есть, дальше на остальные зубы у меня стоят обычные, как мы все знаем, такие обычные железные, в общем, брекеты. Это у меня смешанная система. На нижнюю челюсть я поставлю обычную, как Damon 3, Damon 3 MXQ, как-то так. В общем, обычные железные брекеты на всю нижнюю челюсть, потому что, ну, вот я так выбрала, я подумала, что нижняя челюсть у меня как бы особенно так не видна, когда при разговоре, особенно когда я улыбаюсь, у меня вообще не видно нижних зубов, поэтому я подумала, что в принципе нормально. Ничего страшного, я как бы переживу. Разница между этими двумя разновидностями, сейчас я скажу вам, сколько получается, где-то 250 евро. То есть, за то, что у вас от клыка до клыка будут стоять прозрачные брекеты, вы заплатите еще где-то 250-300 евро по-разному. В целом, все вот это вот мне обошлось, если без учета скидок, то есть с установкой на обе челюсти, предварительная подготовка зубов, что они там делают, я не знаю, в целом где-то стоит 2000 долларов, да, получается, где-то так. Но у меня была еще скидка, так как у меня познакомство, у меня еще была, сколько, 7% скидка, поэтому мне это чуть-чуть подешевле стоило. Но если кто-то из вас в ближайшее время так думает, вообще приценивается, то я думаю, что это вот на систему, как у меня, смешанная и обычная внизу, то, мне кажется, 2000 долларов, это просто такой максимум, максимум-максимум. Могу сказать, что у меня есть одна еще девочка, она делала еще чуть-чуть подороже, у нее еще где-то там, не знаю, на 150 евро там дороже. То есть, в принципе, когда это все вместе суммируется, сумма-то достаточно приличная, и, конечно, не каждый себе это может позволить, поэтому походите, посмотрите, поспрашивайте цены, все равно отличаются везде плюс-минус. Опять-таки, есть система, как это, invisible, какая-то там, в общем, которая ставится на внутреннюю часть челюсти, ой, челюсти зубов, то есть она не снаружи, а внутри ставится, то есть она подбирается под каждый ваш зубик отдельно. Они там делают это все в Германии, это все замечательно, но это стоит просто кучу-кучу денег, и, наверное, это, наверное, для тех людей, у которых, во-первых, есть лишние деньги, которые спокойно заплатят за это, это где-то в рублях получается где-то, наверное, 130-150 тысяч рублей за вот это вот удовольствие, либо для тех, у кого, как я сказала, есть лишние вот эти вот деньги, ненужные, как бы вот так, либо для тех, кто действительно очень сильно прям стесняется, и у него такая страшная проблема, но он стесняется и не может, либо, ну, я не знаю, даже если у вас какая-то высокая должность, вы занимаете какой-то высокий пост, если вы не такая уж прям публичная личность, да, то я думаю, ничего страшного, если вы на обе челюсти поставите прозрачные брекеты. Следующий вопрос – это больно ли ставить и удобно ли разговаривать? Могу сказать, что ставить вообще не больно, вы совершенно не чувствуете, что там вам делают, я так понимаю, наносят, либо снимают совсем чуть-чуть там верхний слой эмали, там что-то наносят и потом крепят сам брекеты, это вы вообще ничего не чувствуете, вам вообще не больно, и могу сказать, наверное, что в первый день, там, полдня или, ну, где-то так, несколько часов, вы вообще ничего не ощущаете, вам не больно, все замечательно, вы думаете, что все так и будет, но потом приходит та самая боль небольшая. Теперь про разговаривать. Первое время мне было несколько неудобно разговаривать, потому что у меня губа верхняя постоянно цеплялась за эти брекеты, особенно если, знаете, у вас сухие губы, то она немножко, когда там вы улыбаетесь, разговариваете, она прилипает к брекету, и, в общем, такое не очень приятное чувство, и вам приходится ее вот так вот постоянно, в общем, поправлять. Но сейчас я уже привыкла, и сейчас все хорошо. По поводу разговаривать есть некоторые буквы, которые несколько сложнее произносятся, например, буква Ф, да, то есть я сейчас более мягко ее произнесла, специально, чтобы вы это не слышали, это такое появляется шипение, то есть я знаю, что у некоторых немножко изменяется там дикция. Посмотрим, поставить на нижний, тогда, наверное, посмотрим, насколько мне изменит эту дикцию. Ну, мне и так с дикцией беда, что уж там говорить. Вот, а так, в принципе, никакого дискомфорта, такого в плане разговора, общения я совершенно не чувствую. Но, когда приходишь в какую-то компанию или даже к своим друзьям, когда я приехала, они знали, что я поставила брекеты, но я пришла, и, то есть первое время, пока кто-нибудь не затронет эту тему и не спросит, и я уже скажу, что да, так, и так, и так, было как-то несколько стеснительно, некомфортно, а потом уже как бы нормально, все хорошо. Следующий вопрос, как за ними ухаживать и про ирригат, так что это такое? У меня, я даже специально вам принесла, вот такие вот три зубные щетки. Это щетка у меня от Cura Prox Ultra Soft 5460. Не скажешь, наверное, что это такое, никто, наверное, не слышал такое. Это зубная щетка, которую мне порекомендовал мой стоматолог. Она вот такая вот маленькая-маленькая, то есть очень удобная и может залазить в разные места, но она очень мягкая, поэтому нужно делать достаточно быстрые такие движения. Для чего эта щетка? Эта щетка служит только лишь для жевательных сторон, то есть вот эти вот плоскости жевательные, нижние и верхние, то есть те места, которыми мы жьем, то есть она только для них. Далее есть вот такая щетка, это у меня щетка уже такая от Oral-B. Cura Prox что-то мне не очень понравилось, и я купила Oral-B. Это щетка для горизонтальной чистки, именно брекетов, брекет-системы, только для горизонтальной вот так вот чистки. Она имеет посередине небольшую такую выемку, и по бокам у нее по длине идет щетина, поэтому очень-очень удобно чистить горизонтально. Я считаю, что это супер-супер щетка, мне она очень нравится. Можно, она, наверное, не только горизонтально прочищает, но немножко вертикально, если вы не будете вот так вот тупо горизонтально чистить, а немножко иногда так под наклоном и так, то есть она очень хорошо все вычищает. И следующая, третья щетка, это у меня тоже от Oral-B. Что это такое? Здесь, в общем-то, открывается вот такая вот штучка, и туда уже вставляется вот такой ершик. У них просто куча различных вот этих вот ершиков. Ершики отличаются по диаметру. У кого-то большие промежутки между зубов, у кого-то маленькие, и они как раз, этот ершик, господи, этот ершик нужен для вертикальной чистки. То есть там горизонтально вы чистите, а это вертикально вот так вот между брекетами. Вообще нужно чистить всю вот эту зону вокруг брекетов, потому что кариес может образоваться не под брекетами. Под брекетами он никогда не образуется. Он образуется только вокруг самого брекета. И может быть такая ситуация, что если вы где-то там что-то плохо чистили, возникает налет, из налета возникает кариес, и когда вам снимут брекеты, вы обнаружите, что у вас прекрасный хороший зуб, а вокруг брекета вот такое вот круглое пятно, например. Это уже кариес, конечно, это будет не очень хорошо, поэтому после каждой еды, после каждой пищи рекомендуется сразу же чистить зубки. И сейчас я покажу вам следующий агрегат, без которого я уже не представляю своей жизни, который мне пригодится и после того, как я сниму эти брекеты, и, в общем-то, я не прогадала, что его купила. Этот приборчик называется ирригатор. Это у меня waterpick, waterflosser. Вот такой вот ирригатор. У него даже не знаю, с чего начать тут вообще. Ирригатор – это вот такая штука, например, вот такая вот насадка. Через эту насадку подается сильный напор воды, который можно регулировать напор, силу воды вот этого. Можно регулировать вот здесь вот. Подается из этой насадки напор воды, и который прочищает, ну, прочищаете себе там межзубные пространства. В принципе, вот эта именно насадка очень хорошо выталкивает пищу между зубов, потому что, конечно, зубной нитью достаточно сложно чистить. Чем хорош именно вот этот вот ирригатор? Я оставлю название и номер, и серию этого ирригатора внизу. Это не реклама, это мой личный прибор. Я его купила за свои личные деньги. Я прочитала кучу отзывов и посмотрела, что сейчас это самый лучший, потому что у него достаточно много функций. Во-первых, вот сюда вот заливается вода. Он работает от сети, то есть вставляете в сеть, где-нибудь в ванной комнате возле раковины поставьте его, вставили в сеть, наливается сюда вода. Желательно не наливать сюда какие-то пейпу, жидкость, которая имеет осадок, чтобы не засорить фильтр, и, в общем-то, чтобы он не сломался. Либо, если вы делаете какие-то растворы, процеживайте их через марлечку. Сюда заливается вода. Здесь можно залить 600 мл. Это очень много. Этого достаточно. Мне обычно хватает и 500, и 400, то есть, чтобы прочистить всю полость рта. Что мне еще здесь нравится, что здесь вот это не только крышка, не просто крышка, вернее. Здесь внутри, в общем-то, целый набор вот таких вот насадок. Совершенно разные насадки и для брекет-системы, и для имплантов, и для чистки каких-то там кармашков. И, в общем, куча-куча насадок. И, кстати, даже ложечка для чистки языка. То есть, это тоже входило в комплект. Я не покупала отдельно насадки. Я, кстати, оставлю, наверное, внизу, может быть, сайт. Я нашла сайт, где можно купить этот приборчик. Цена хорошая, то есть, там, дешевле, может быть, чуть-чуть, чем на остальных каких-то сайтах. И плюс вы можете выбрать в подарок две любые насадки, какие хотите. Насадки эти, именно которые чистящие, так же, как и зубные щетки, нужно менять каждые три месяца. В общем-то, суфер офигенный, супер офигенный прибор. Такая вот насадка. Отсюда подается вода. Если вам нужно, например, нажать, нажимаете на стоп, здесь кнопочка, то есть, вода застревает, ну, то есть, она не вытекает. И потом дальше чистить. Очень-очень классный прибор, ирригатор. Я вообще считаю, это супер-супер вещь. Она полезна, наверное, не тем, только у кого есть брекеты, а просто у кого, может быть, есть проблемы с деснами. Улучшает кровообращение, стимулирует кровообращение. Десны становятся просто замечательными. Никаких проблем с деснами у вас никогда не будет. То есть, это очень-очень-очень крутая штука. К вопросу о том, сколько мне носить брекеты, то есть, это большой вопрос. В принципе, врач всегда ставит какие-то максимальные такие сроки. Меньше года вообще не рекомендуется носить брекеты. То есть, как бы, пока у вас корни зуба привыкнут к его новому месту, так будем говорить, заполнят это все, чтобы у вас зубки дальше никуда не поехали. Вот. Ну, посмотрим. Говорят, конечно, что задние зубы, они очень крупные, там такие тяжелые корни, и они медленнее всего у нас двигаются. Ну, посмотрим. Ну, если буду носить три года, значит, три года. Сколько надо будет, столько и буду носить. А да, мне не вырывали никакие зубки. У меня было место. У меня и внизу есть место, и у меня и наверху есть место. Бывает, что вырывают там восьмерки, пятерки вырывают. Мне ничего не вырывали, слава богу. А теперь про то, что же делать, когда с вас снимут брекеты. Ставят специальную не коронку, а пластинку во внутреннюю часть. В основном это вот в этой зоне, в зоне улыбки, на верхнюю, на нижнюю челюсть, если у вас стояли брекеты. Ставят их для того, чтобы ваши зубки обратно не разъехались после того, как вы сняли брекеты. Потому что они все равно как бы двигаются на протяжении всей жизни, и всякое может случиться. Тем более, если вдруг у вас не хватило места, и вы отказались вырывать зубы. Но это, мне кажется, совсем неразумно, ставить за такие деньги брекеты и не вырвать зубы. Ставят эту пластинку, ставят ее, например, вы носили 2 года брекеты, значит, пластинку вам поставят на 4 года. То есть, удвоенный срок ношения брекетов получается. Либо эту пластинку можно поставить на всю жизнь, она не мешает, как мне объяснили, совершенно там никак не задевается, хорошо прилегает к зубам. Вот, можно ее поставить на всю жизнь, если вы боитесь, что у вас вдруг разъедутся зубы. Я знаю девочку, которая пожизненно поставила себе эту пластинку и как бы ходит довольна и ни о чем не думает. Также еще поступают такие вопросы, что вот, относила брекеты там 2 года, а зубы опять поехали. Я, к сожалению, не знаю вашу ситуацию, какая у вас была. Либо вы не вырвали зубки, и вам не хватило места. Я знаю девочку, одна моя знакомая, она поставила себе брекеты, отходила 3 года. Она отказалась вырывать зубки. Ей сказали, что нужно будет вырвать пятерочки, по-моему. Она отказалась это делать. И, конечно же, куда? Зубки немножко встали ровно, но куда им двигаться, если им некуда двигаться, куда они будут. Естественно, потом, когда вам сняли все это, они опять куда-то пойдут. Конечно, она сказала, что... Я просто ее не видела до брекетов. Она сказала, что зубки стали намного ровнее, чем были, но они все равно не ровные. То есть, если места нету, то, конечно же, зубы поедут обратно. Либо, опять-таки, если вы пластинку не поставили после брекетов сразу же, то есть вероятность, что они поедут. Я не боюсь, что они там поедут, не поедут. Если честно, я собираюсь себе поставить эту пластинку. Посмотрим, может быть, пройдя этот курс, например, 4 года, я поставлю ее пожизненно. Посмотрим. То есть, я как бы не волнуюсь, у меня передние зубки нормальные, и ехать-то некуда, если честно. Вот. Так что, по-моему, это были все такие самые популярные, интересующие вас вопросы по поводу брекетов. Если у вас есть еще какие-то вопросы, то задавайте. А, по поводу того, болели зубы или нет, наверное, забыла сказать. Да, они не то чтобы болели, когда поставили брекеты. Такое ощущение, что у вас просто зубы стягивает, и вы... Именно такая вот боль, когда вы сжимаете челюсть. Ну, просто неприятно. И первые, наверное, 4 дня я просто не могла есть, у меня все это тянуло. Я не могла нажимать на зубы, но потом постепенно боль эта проходила, и на протяжении вот этих почти 2 месяцев у меня не болела вся челюсть. У меня периодически какой-то... Тут там два зуба, тут там два зуба. То есть они, насколько у вас двигаются зубы, настолько у вас и начинают они болеть. То есть они как-то у меня по одиночке... Не по одиночке, а то там, то сям. То есть первые только 4 дня было, что у меня вся челюсть, и прямо у меня так это все стягивало, и было невыносимо как бы больно, и плохо елось, будем так говорить. Вот. А потом совершенно нормально. То есть сейчас у меня вообще ничего не болит. Сейчас мне нужно будет ставить новую вот эту вот проволочку как раз по истечению 2 месяцев. У меня они саморегулирующие, мне не нужно будет ничего подтягивать, просто менять эту проволоку на более жесткую, более толстую будет ставить. И опять-таки потом, когда поменяют проволоку, опять у меня будут стянуты зубы, опять они у меня будут болеть. И потихоньку, так по истечении 2 месяцев опять будет проходить боль. И потом опять новую проволоку. Я так понимаю, что каждые 2 месяца, ну, смотря от того, как двигаются зубки, каждые 2 месяца меняют эту проволоку. Вот. Ну, собственно, и все. Наверное, это все теперь уже интересующие вас вопросы я ответила. Если, конечно, есть еще какие-то вопросы, то задавайте внизу, пишите мне, я обязательно на них отвечу. И, наверное, буду делать периодически такие апдейты по поводу брекетов, поставят мне на нижнюю челюсть. Я еще какое-нибудь сниму влоговое, болотологическое видео, поболтаем с вами. Опять-таки, зададите мне какие-то вопросы и отвечу на вопросы, которые не упомянула здесь, может быть, забыла. Вот. Так что на сегодня это все, что я много так наболтала, мне кажется. Надеюсь, что вам было интересно это видео, и я ответила на самые такие обширные вопросы. Всех люблю, целую, до новых встреч, пока-пока.